Продолжение следует... Уже какие-то для себя выводы сделаны, что-то интересного уже услышали много и также имеем возможность предоставить вам во внимание свой опыт. Ну и в частности, как раз предыдущий докладчик Татьяна очень замечательно говорила о том, что у библиотек сегодня столько возможностей именно показать себя, важность свою вот в этой вот системе научной коммуникации. Всегда библиотека занимала вузовская академическая важную роль в этой системе, а сегодня, в общем-то, благодаря электронной коммуникации еще и есть возможность примерить, так сказать, какие-то новые роли. Вот как раз в предыдущем докладе мы слышали, какие-то роли могут быть. Что касается научной библиотеки по НТУ, то, в общем-то, мы тоже стараемся каждый раз думать, каким образом мы можем лучше показать значимость свою перед нашим руководством, быть полезными университету, студентам, преподавателям. И, например, у нас в стране сегодня на государственном уровне уделяется много внимания проблеме экспорта услуг образовательных, поэтому очень часто мы слышим, что одной из важнейших задач для университетов белорусских сегодня задача попасть в рейтинги университета. Но это, конечно, не совсем правильная задача, мы вообще считаем, что это не задача. Задача подтянуть свою систему национального образования до международного уровня, а рейтинги, они помогают в какой-то степени сравнить свое положение с ведущими университетами. Ну и библиотека, конечно же, подключается к этому моменту, думает, как она может быть полезна. Поэтому вот система пробы НТО, она как раз и направлена на продвижение университета в мировое международное пространство и каким-то образом нацелена на то, чтобы помочь университету продвинуться на более высокие позиции. Буквально два слова про нашу библиотеку. Она была образована 10 декабря 1920 года. Сегодня расположена научная библиотека БНТО в трех специализированных зданиях общей площадью 6884, чуть больше метров квадратных. Ну и если говорить о основных каких-то таких, не то чтобы достижения, то чего мы достигли на сегодняшний момент, то имеем мы 8 абонементов, 12 читальных залов. Буквально в прошлом году у нас открылся читальный зал Института Конфуция по науке и технике. Это первый такой институт вообще в мире, именно, повторюсь, по науке и технике. Кроме того, работает межбиблиотечный абонемент, 36 кафедральных библиотек. Фонд нашей библиотеки 2 миллиона экземпляров. Коллекции учебные включают, научные литературы, диссертации, авторефераты и так далее. Мы стараемся развивать открытый доступ, я имею в виду доступ к документам в самих читальных залах. И в настоящее время мы уже выставили более 10 тысяч изданий в разных залах, в открытом доступе именно. Обеспечивает библиотека доступ к полнотекстовым и библиографическим базам данных. На слайде вы видите, я не буду зачитывать. Ну и что сказать еще можно про читателей? 27 тысяч зарегистрированных читателей у нас сегодня ежедневно посещает где-то порядка 800 читателей. Ну и непосредственно перехожу к самой системе проба НТУ. Для чего она была сделана? В первую очередь для обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам университета. Ну и, конечно, популяризация научно-технического и творческого потенциала университета на основе использования современных информационных технологий. Применяется система не только в образовательной и научной деятельности, но мы используем ее для, так сказать, маркетинга, ну и, конечно же, как информационно-библиотечная. Если говорить о компонентах, то система состоит из трех. Это репозиторий, онлайн-платформа научных журналов университета, о которых вчера подробно Алексей рассказывал, и система мониторинга материалов об университете в средствах массовой информации. Итак, репозиторий, он был создан у нас в 2012 году на базе программного обеспечения eSpace. Содержит полные тексты сегодня уже более их 18 тысяч различных документов. Это журналы, методические указания, пособия, монографии, нир, диссертации и так далее. Практически ко всем видам документов предоставляется доступ свободный, кроме диссертаций и отчетов о нем. По последним данным, репозиторий занял 351 место в известном рейтинге библиотеки репозиторий в электронных. Достаточно активно так мы продвигаемся последнее время, сразу на несколько сотен позиций. Ну, конечно, хотелось бы, может быть, достигать еще больших успехов, мы над этим работаем. Ну, вот именно, скажем так, работа библиотеки в первую очередь влияет на то, что позволяет нам как-то двигаться вперед. В прошлом году мы были 663, и это достаточно такой неплохой скачок, как мы считаем. Ну, в подтверждение скриншот о том, что мы на 351 месте. По стране всегда мы занимаем второе место после электронной библиотеки Белорусского государственного университета. Вот так вот выглядит интерфейс нашего репозитория. И сбоку вы видите те системы, где уже сегодня проиндексированы наши данные. Это очень такой важный момент, как раз именно момент с точки зрения продвижения системы дальше и, скажем так, формирования ее больше открытости в информационном международном пространстве. Ну, вот немножечко о статистике. Данные за 2015 год, как вы видите, за год 350 683 визитов из 122 стран. Увеличивается с каждым годом количество скачиваемых файлов. В этом году уже было, в 2015 году, более миллиона. Ну и портрет, состав аудитории по полу, видите, это большая часть мужского населения, скажем так. И по возрасту наиболее активные пользователи в возрасте 25-34 лет, следующие 18-24. Ну, в принципе, понятно, наши целевые аудитории, и все совпадает и по возрасту. Буквально очень быстро пробегусь по проекту журнала по НТУ, поскольку, повторюсь, вчера достаточно подробно доклад об этом был у Алексея. Для тех, кто просто вчера не присутствовал, основные какие-то моменты, повторюсь, что создан был проект в 2014 году. В начале мы работали на Open Journal System, ну, было много проблем, и в 2015 году мы перешли на другую издательскую платформу E-JournalBuy. Сегодня таким вот образом выглядит сама система, и из нее можно перейти уже на конкретно нужный журнал. У каждого журнала есть свой сайт, тоже об этом вчера рассказывалось, мобильные приложения. И где проиндексированы. И я бы хотела показать статистику. Действительно, после перехода на новую платформу она стала намного лучше, нежели чем была раньше. И, кроме того, набирает популярность, как мы видим, у наших пользователей наши журналы. Потому что вот в сравнении, если мы посмотрим статистика за целый год и уже вот за несколько месяцев, это наука и техника журнал, он традиционно у нас на первом месте, больше 10 тысяч прочтений. Популярностью пользуется и журнал «Энергетика», он на втором месте здесь, приближается к 6 тысячам. Дальше приборы методы измерений, чуть больше 3 тысяч, около 3 тысяч литерметаллургия. И совсем новый журнал «Наш системный анализ и прикладная информатика», здесь статистика поменьше. Ну, повторюсь, поскольку журнал еще только набирает силы. И последний компонент «Политех в прессе» — это полнотекстовая аналитическая база данных, которая включает тексты публикации обо всех направлениях деятельности БНТУ. Эти данные мы берем из средств массовой информации, мониторим печатные электронные отечественные и зарубежные СМИ. Реализована система с использованием Трупал. Сервис включает в себя возможности расширенного поиска по языковому принципу, видам средств массовой информации, рубрикам, ну, такие основные, как вот история БНТУ, сотрудники БНТУ, международные и другие мероприятия, сотрудничество, точнее, и так далее. Как я уже сказала, это полнотекстовая база данных. И здесь представлены публикации документов в формате PDF-HTML. Все в открытом доступе. Главина архива с сентября 2014 года. Вот, начали мы этим заниматься. Каковы были цели создания? В первую очередь, это популяризация информации о деятельности и достижении БНТУ, то есть не только научная, но и все, что пишут о нашем университете. Конечно же, это информирование общественности о деятельности БНТУ. То есть в одном месте собрана вся информация с разными средствами массовой информации, кто о чем писал, в смысле, какие средства массовой информации писали в нашем университете и что. Ну и, кроме того, освещение образовательного, научного, инновационного, производственного и идеологического воспитательного процесса, осуществляемых университетом. У нас есть возможность, так сказать, вносить как негативные, так и, ну, в первую очередь, конечно, положительные отзывы. Само собой, разумеется, но у нас стал вопрос при разработке, что делать с отрицательными. Ну и в системе есть такая возможность. Есть специальная кнопка, при нажатии которой, если это негативная публикация, она не попадает, так сказать, для просмотра всех, но, тем не менее, автоматически потом информация отправляется в пресс-центр, чтобы продолжали дальше работать с этими негативными отзывами. Какие преимущества мы получили благодаря внедрению вот этого компонента? То есть это комплексная оценка эффективности деятельности учреждения, в том числе и по связям с общественностью. Мы очень плотно в этом направлении работаем с нашей пресс-службой. То есть это вот тоже одно из новых, ну, на наш взгляд, по крайней мере, в нашей библиотеке направлений. Помимо того, что мы включили сейчас активно в издательский процесс, в том числе и вот работаем с пресс-службой. Кроме того, это полная картина отношений к нашей организации в прессе, возможность сформировать представление об имидже, анализ, содержащий в базе данных информации, может помочь в создании новых пиар- и рекламных акций компании. Ну и также может служить удобным инструментом для предоставления информации в автоматизированном режиме. Например, развивать услугу такую, как пресс-клипинг, дача с прессой и так далее. Ну вот так вот выглядит интерфейс этого компонента. Ну и вот на главной странице здесь рассосведет публикации о том, что выходит самого нового о университете. То есть не только на сайте, но и отдельно в системе. То есть и также на главной странице, точнее не на главной странице, а в разделе пресс-служба, по-моему. Вот, ну это вот коротко о том, что делает библиотека для популяризации университета. Спасибо. Спасибо.